Стервятники, вестники смерти, пожиратели гниющей плоти. Они не обязательно дружелюбны с другими хищниками, но сами редко становятся их закуской. Немногие животные снизойдут до того, чтобы отобедать этими пернатыми чистильщиками. И уж точно на них не покусятся маленькие чепрачные шакалы, которые часто состязаются с ними за объедки. Вот почему такой странной, кажется, сцены, заснятой орнитологом-любителем Питером Вильхоеном. Там было несколько стервятников, купавшихся в воде. Неожиданно на одного из них напал маленький чепрачный шакал. Мне случалось наблюдать, как шакалы гонялись за птицами, за голубями или ткачиками, и им удавалось схватить их. Но стервятник вообще-то великоват для них. По-моему, они весят одинаково с шакалом. Для орнитолога доктора Эндрю МакКехни такое поведение беспрецедентно. Я никогда прежде не видел подобного столкновения шакала и стервятника. Иногда они дерутся друг с другом из-за добычи. Но чтобы шакал нападал на стервятника так настойчиво и одолел его, такого я никогда не наблюдал. Вообще кажется, что шакал собирается съесть этого стервятника. Не думаю, что он стал бы так стараться, будь это просто спор за добычу. Стервятники в целом довольно агрессивные птицы. Их клювы способны разорвать и очень толстую кожу, и кость, и сухожилия. Они мощны и могут сильно ранить. Этому шакалу очень повезло, что он не потерял уши или глаза, или какую-нибудь еще часть тела. Кажется, эти животные примерно одного размера, но шакалы быстрые и подвижные, а масса стервятника делает его нелодким и неповоротливым на земле. Из-за своего веса ему нелегко подняться в воздух. В этой схватке размер стервятника становится его серьезным недостатком. И шакал знает, как им воспользоваться. Я думаю, здесь мы видим, как шакал, хищник-оппортунист, просто воспользовался предоставившейся возможностью напасть. Продолжение следует...